Рак желудка Рак желудка К развитию данного состояния подвержены пациенты при раке желудка, раке поджелудочной железы, раке пищевода и органов головы и шеи. Крайним проявлением нутритивной недостаточности является синдром анорексии кофексии, который в 20% случаев может стать непосредственной причиной гибели онкологических пациентов. Во многих крупных исследованиях были получены данные о том, что имеется тесная взаимосвязь между наличием признаков нутритивной недостаточности у пациентов и медианой их общей выживаемости. Рак желудка Рак желудка Рак желудка Рак желудка Рак желудка Рак желудка На данном слайде представлена визуализация КТ при расчете объема поясничной мышцы. В ретроспективную группу были включены данные о 100 пациентах. Пациенты были стратифицированы по полу, возрасту, локализации первичной опухоли, стадии процесса и проведенному лечению. Средний возраст в группе составил 56,9 лет. При оценке частоты встречаемости нутритивной недостаточности и саркопении были получены следующие результаты. До начала лечения нутритивная недостаточность наблюдалась в 47% случаев, тогда как явления саркопении, оцениваемые по КТ, были обнаружены в 11% случаев. Также была оценена частота нутритивной недостаточности и саркопении в группе пациентов после завершения этапа неодевантной химиотерапии. Показатель нутритивной недостаточности в этой группе возрос до 62% и показатели саркопении увеличились до 22%. Данные показатели являются статистически значимыми. Снижение мышечной массы тела, не доходящее до референсных значений саркопении, на фоне химиотерапии произошло в 86% случаев. При оценке частоты объективного ответа после завершения этапа неодевантной химиотерапии были получены статистически значимые различия в группах пациентов по частоте ответа. Так, в группе пациентов, у которых наблюдались признаки саркопении, частичный регресс наблюдался лишь в 18% случаев. При этом частота прогрессирования заболевания превышает таковую в группах без саркопении. Была оценена также частота патоморфологического ответа. Данные также являются статистически значимыми. Была оценена частота осложнений в группах пациентов. Согласно полученным данным, частота развития осложнений в группе пациентов, у которых не было признаков нутритивной недостаточности и саркопении, была значительно ниже, чем в других группах. При оценке бессобытийной выживаемости были получены следующие результаты. Двухлетняя бессобытийная выживаемость в группах пациентов с нутритивной недостаточностью и без нее составила 54,6% против 78,9%. Пятилетняя выживаемость составила 15,1% против 45,1%. Медиана выживаемости в группе пациентов без признаков нутритивной недостаточности составила 48, прошу прощения, 50 месяцев, тогда как медиана выживаемости в группе пациентов, у которых имелись признаки нутритивной недостаточности, составила 45 месяцев. При оценке общей выживаемости получены следующие результаты. Двухлетняя бессобытийная общая выживаемость в группе пациентов с нутритивной недостаточностью составила 72% против 92% в группе без признаков нутритивной недостаточности. Пятилетняя выживаемость составила 24,5% против 63,9% соответственно. Медиана общей выживаемости в группе пациентов без признаков нутритивной недостаточности составила 67 месяцев, тогда как в группе с признаками нутритивной недостаточности этот показатель составил 45 месяцев. На основании полученных данных можно сделать выводы, что низкий нутритивный статус может негативно влиять на общую выживаемость и непосредственно результаты лечения, токсичность проводимой терапии и переносимость лечения. Следовательно, можно предполагать, что нутритивная поддержка может дать возможность провести лечение в полном объеме и улучшить результаты проводимой терапии и как следствие повысить показатели выживаемости пациентов. Для обеспечения эффективного алгоритма оценки нутритивного статуса и коррекции трофологической недостаточности у пациентов с местно распространенным раком желудка на этапе неоадевантной химиотерапии необходима работа мультидисциплинарной команды в рамках отделения реабилитации. Вторая проспективная часть исследования основана на осуществлении эффективного алгоритма комплексной оценки нутритивного статуса и с использованием опросников, данных клинико-лабораторных и инструментальных данных, а также на проведении активной нутриционной коррекции трофологической недостаточности у пациентов с местно распространенным раком желудка на этапе неоадевантной химиотерапии. Об окончательных результатах данного исследования будет сообщено, когда все пациенты завершат лечение. Спасибо за внимание.